ФАТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ Войны уничтожили атмосферу Земли Уцелевшие воюют друг с другом за остатки пищи Судьба всей Земли скоро окажется в руках одного человека КОНЕЦ Смотри, что я поймал Так вот, что ты прятал девочкой, хочешь с нами поделиться? Хочешь поделиться? Возьмите, только отпустите меня У тебя есть родные? Чтобы тебя обменять? Да У папы есть запасы продуктов и бензина Пухленькая девочка, нам на неделю хватит Это он, я знаю, что это он Возьмите еду и отпустите девочку Второй раз повторять не буду Убей её Я ухожу, Гарт Если ты попытаешься задержать меня, она умрёт, слышишь? Умрёт Мэнди, закрой глаза Нет, постой Твоя мама очень волнуется Как всегда было, Гарт Нет, мир когда-то был прекрасен Но мы предали его, и он отвернулся от нас Он нас когда-нибудь простит? Да Да, когда мы всё поймём Гранд-шоу Открывай Хорошо Вильян Ву Стив Бэйсик И другие Мэнди Смотри, мама, я нашла хлеб Где ты была? Я безумно волновалась С ней всё в порядке Я нашёл её в шести кварталах отсюда, возле Пико Спасибо Мама, смотри Хлеб? Да Отложи его пока Один из охотников принёс мясо У нас сегодня жаркое Успокойся Успокойся Уже недолго осталось Не говори так Это правда, и мы оба это знаем Что там у тебя? У нас сегодня суп Ван Уэйн сказал, что убил койота Он принёс мясо уже разделанным Но койотов уже не осталось даже в каньонах Я убил сегодня шестерых Троих за этой троих за дочку Паркеров Становится всё хуже Как будто это ещё возможно Ужал primer Троих, гранда Правда Ouro А три Троих Паркер Как будто С喂 А три А три Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лапьер... Давно не виделись... Боюсь, ты будешь разочарован, у нас мало что есть... Я пришел не за тем, что у вас есть, наоборот, мы принесли подарки... Персики... Настоящее... Значит, ты пришел сюда не за провизией... А зачем? За тобой... Что он хочет... Устроить встречу... Между мной и человеком по имени Райк... Энтон Райк... Говорит, что работает у него, но не говорит, в какой должности... Лапьер всегда работает в одной должности... Ты пойдешь? Да, что такого? Знаменитые последние слова... Я не знал, что такие еще остались... Удивишься, что еще осталось, если ты знаешь нужных людей... До следующего дня! Девушки отдыхают Лучшее свидетельство тому – токаты и фугары минор. Кроме того, он был отцом 20 детей. Некоторые проживают удивительную жизнь. Вот, к примеру, ваш отец, генерал Томас Гард, инициатор вторжения в Мельбурн в 66-м, командующий войсками НАТО, один сын Джон Томас Гард. Призван в армию в 16-е, через год вступил в отряд «Дельта». Отличился в тайпэнских войнах. Два пурпурных сердца, крест за службу и, конечно, медаль Конгресса. Замечательная биография, майор. Я больше не майор. Я просто человек, пытающийся выжить, как и все остальные. Энтон Райк. Есть хотите? Это, конечно, не бивш секс и не амары, но горячие и сытные. Распорядись. Вы знали его до катастрофы? Да, он был десантником. Но вы были врагами. Нет, скорее соперниками. У него был свой путь, у меня свой. Но чей был лучше? Что вам нужно, мистер Райк? Ваше мастерство, конечно. Я хочу нанять вас. Для чего? Вы представляете себе, чем я занимался до катастрофы? Не знаю, бизнесом. Подумайте хорошенько, майор. Ваша одежда сшита в Европе. Герб на ваших запонках говорит об австрийской аристократии и старинном состоянии. Эта оборонительная база была создана до катастрофы, что указывает на вашу приспособляемость и прозорливость. Вы окружаете себя военными и умеете их контролировать, следовательно, вы привыкли править, из чего можно заключить, чтобы вы управляли фирмой или большим предприятием. Браво, майор, это очень близко к истине. Но моя настоящая страсть... Не так, очевидно. Искусство? Искусство – это не просто мазки и кисти на холсте. Это квинтэссенция человеческого существования. 10% величайших произведений лежат в радиусе 10 километров отсюда. Я хочу, чтобы вы принесли мне их столько, сколько сможете. Скажите, майор, вы слышали о усадьбе Винсента? Конечно. Построено в долине. Все полведа ПС с каким-то отшельником-миллиардером. Говорят, это самое охраняемое издание в Соединенных Штатах. И эти слухи справедливые, могу вас в этом уверить. За последние годы я послал туда на разведку несколько групп. Ни одна из них не вернулась. Почему вы думаете, что она не разграблена? Я знал Винсента. Мы тоже были соперниками. В годы перед самоизоляцией он начал разрабатывать самую неопредолимую на свете систему охраны. Так пошлите Лапьер, он справится. Лапьер справится с трудностями, но он солдат. Он никогда не поймет меня так, как вы. Откуда она берет энергию? От ядерного реактора, построенного по образцу Кальфорнийского. А если у меня получится? Любые продукты, оружие и товары, какие пожелают ваши люди. Жить в канализации, это не для вас. Есть крысы, ибо узнает, что еще. Я даю вам возможность вернуть себе достоинство. Что скажете? Усадьба Винсента защищена ракетами земля-воздух. Все, что приближается к ней на километр, превращается в дым. Ты пытался? Конечно. Участок защищен боевым отрядом теней. У вас наверняка есть мощные взрывные устройства. Вы не можете послать их туда и взорвать это дистанционно? Стены сделаны из армированного бетона двухметровой толщины. Но даже если бы мы могли взорвать одну из них, мистер Райк боится повредить коллекцию. Скажи ему. Есть еще кое-что. Крипто. Мы не знаем, что стоит за этим акронимом. Перед катастрофой люди мистера Райка записали со спутника информацию, содержащую детальное описание универсальной программы защиты, которая контролирует всю усадьбу. Что за программа сенсорная? Есть хоть что-нибудь хорошее? Да. Вы пойдете не один. Фернандес. Она побывала во всех уголках мира. Непревзойденный разведчик. Фернандес. Бывший снайпер морской пехоты. На его счету 39 человек. Попадает во все, что видит. И, конечно, никто лучше него не справится со сложными делами. С какими сложными делами? Лучше тебя не знать, сестренка. Эбершоу лучший техник в 36 штатах. Кроме Флориды. Там есть один специалист, он называется Эбершаль. Он хорош. Очень хорош. Эбершоу странный парень, но дело свое знает. Зовите меня поэтом, как все. Это вся ваша команда? Нет. Лавьер тоже идет. Не надо. Чтобы не было между вами в прошлом, оставьте это здесь. Вы оба профессионалы. Если вы попадете туда, вы друг другу понадобитесь. Вы же решили, что я иду, а я еще не согласился. Да, еще не согласились. Кумадин и варфарин. 50-миллиграммовые инъекции антикоагулянтов. Для тромбов в ногах вашего отца, верно? Есть что-то, чего вы не знаете? Наши шансы на успех. Я ничего не сделаю, пока продукты и лекарства не будут доставлены в наш лагерь. Половина сейчас и половина по завершении операции. И я командую операцией. Договорились. Я не слышу, чтобы он сказал это. Ты делай свое дело, Град, а я буду делать свое. Град, а я буду делать свое. Многие не знали, что Винсент Индастрис производила так же боевые системы. Усадьба защищена платформами, как внутри, так наружу. Значит, это не первый твой набег. Кто вошел туда, ты? Нет, Леон Вега. Вега. А где он? Погиб. Но он прошел дальше всех, если тебя это утешит. Тебе приходилось надевать защитную полевую броню? Нет. Неудивительно. Она была представлена в последние дни Пентагона. Работает на литиевой батарее. Эти датчики показывают уровень поражения. Эта броня выдерживает 100 попаданий с калибра 5,56 или 75 или 7,62. Гранаты и импульсные бомбы дают результат от 10 до 100 в зависимости от близости взрыва. Все меня понимают? Да, сэр. Хорошо. А это блок батарей. Состоит из 20 элементов, изолированных для предотвращения утечки мощности. Элементы батареи надо менять в промежутках между перестрелками или когда батарея разряжается. Некоторые элементы дают защиту выше 100, но не рассчитывайте на это. Надо было взять энерджайзер. Мистер Кинг. Отойдите, пожалуйста, от остальных. Господа Хернандес, отойдите. Смотрите на отклонение пуль. Эй, минутку. Су-Вин-Сэн. Советую искать укрытие, если по вам стреляют. Хотя пули не пробьют броню, сила удара пули может вас дезориентировать и в некоторых случаях привести к потере сознания. Я избегал головы и других органов мистера Кингли для цели демонстрации. Будучи незащищены броней, они уязвимы. Мистер Кинг, вы получили 90 прямых попаданий. При обычных обстоятельствах вы давно были бы убиты. Как вы себя чувствуете? Нормально. Отлично. Спасибо за сотрудничество. Он идет и идет и идет. Заткнись. У тебя хороший вкус, майор. Импульсное ружье дает очередь из 50 пуль практически без отдачи. В нем те же батареи, что и в броне, 50 штук. Его можно использовать как обычное ружье. Недостатки. Импульсный ствол перегревается и трескается. Видимо, это приемлемо. Гарт, насчет Веги. Не надо. Он знал, на что идет. Как и мы. Радио в усадьбе не работает, но оно заработает, когда отключится электроэнергия. Пройдете до центрального двора, потом вниз, на минус второй этаж. Отключите реактор, потом выйдете и свяжетесь со мной, я войду. Желаю удачи, майор. Лапьер. Лаппля Лаппля Отряд теней Откуда они берутся, я не могу определить Не стрелять, не стрелять, не стрелять И пока что-то не увидите, не тратьте патроны Откуда они берутся, я не могу определить Смотрите по следам на снегу Все, мы их всех убрали Посмотрю в инфракрасном Эбершоу сзади Перекличка Фирнандес Жива-здорова Кинг Порядок Лапьер Все в порядке, пошли Пошли Внимание, взрываю Погоди, погоди Фортуна оставляет некоторые двери открытыми Северонтес Северонтес В закрытый рот муха не влетит. Обычный вестибюль без защитных платформ. Дверь за мной ведёт в жилые помещения. Нам нужны самые дальние. А что за этими дверями, самые интересные. Хернандес, какой у тебя уровень импульса? Вишнёвая у вас. Персиковые, пошли. Помни, когда мы войдём, обратного пути не будет. Команда смотрит на тебя. Ребята, справа! Руки вверх, подними руки! Эбершоу, проверь вокруг! Всё чисто, майор. Стой, не с места! Я выстрелю. Нет, она не вооружена. Лечь на пол немедленно! Слышала, я сказал, на пол сейчас же! Прикройте меня. Постой! Это не очень умно. Но, глядя на ваш отряд, я подозреваю, что вы не отличаетесь высоким интеллектом. Это голограмма. Вы вторглись сюда. Но ущерб от вас исчерпывается гибелью отряда наружной охраны. Я уверена, что если вы сейчас уберётесь в полномасштабной погоне, не последует. Лапьер, это она? Крипта, думаю, да. Вынесем её. Райк сказал, что она может быть полезна. Прекратите! Прекратите говорить обо мне, как овещи. Меня зовут... Даяна. Может быть, вы воры... Но не обязательно быть хамами. Даяна. Верно. А вы кто? Идём дальше. Я уже сказала, что сюда едет полиция? Полиции больше нет. Что значит нет полиции? Проектор. Прошу вас, не стреляйте. Я пытаюсь помочь вам. Нашла. Если вы уничтожите мои проекторы, мне ничего не останется, кроме как принять соответствующие меры. Если бы женщин можно было выключать кнопкой, мир был бы идеален. Соответствующие меры? Что-то я не вижу, чтобы небо падало. Газ! Ложись! Я задыхаюсь. Кинг! Надень противогаз. Надевай. Всё в порядке. Что ты сказала? Если у них есть только газ, эта операция пройдёт на ура. Не могу с вами согласиться. Прошу вас. Выслушайте меня. Я не ошиблась. Вы тут, командир? Нет. Ты. Вы не достигнете того, зачем пришли. Дальше я уже не смогу помогать вам, как помогла с караульным отрядом тельней и газом. Помогла. А о чём это она? Если хотите, можете снять противогазы. Теперь уже безопасно. Хочу напомнить вам, что, хоть я и смотритель этого дома, я всё же ценю человеческую жизнь. Но даже мои системы защиты дублированы. Не понимаю, почему полиция не отреагировала. Я рассказал, полиции больше нет. А мир? Погиб. Как и предполагали твои создатели. Если вы пойдёте дальше, вы пожалеете, что полиция не приехала и не остановила вас. Неужели? Этот дом защищён некоммерческой усовершенствованной версией системы Винсент Эмбасси Продакшн. Если вы настолько невежественны, что не знаете, что это? Смертельная защитная система. Машина убийцы. Я вас предупредила. Отлично, нас предупредили. Можем идти дальше. Здравствуйте, дети. Меня зовут Дайана. Я отвечаю за безопасность этого прекрасного дома. Что за чёрт? И сегодня опять она. Я хочу. Нет, это что-то другое. Кто скажет мне, кто такой мистер Винсент? Она была раньше человеком. Не знаю, самый ли он богатый человек на свете. Наверное, Кинг случайно включил старую глаграмму Дайаны. Мистер Винсент любит искусство больше всего на свете. Он построил этот дом, чтобы со временем превратить его в музей, чтобы эти прекрасные картины, висящие на стенах, обрели свой дом. Вроде бы чисто. Проверь. О, Зая, что это? Теодор Винсент был филантропом. Он не считал собрания картин своей собственностью. В отличие от многих коллекционеров его времени, и его коллекция не была спрятана в комнате и заперта в сейфе. Но выставлена здесь на всеобщее обозрение. Да, его гостеприимство уже нас поразило. Вы отрицаете, что пришли сюда грабить? Нет. Хотя тот, кто нанял меня, определил бы это иначе. Возвращать людям? Да. Вроде того. Ты знала его при жизни? Да. Он был как отец мне и многим другим, мистер Град. В чём дело? Ты называла меня Градом? Мои датчики очень чуткие. Я улавливаю все разговоры. Язык тела, физиологические изменения, все оттенки правды и лжи. Например, я знаю, что вам неприятно быть здесь. Неужели? Я знаю, что вы хороший человек, как отмечено в вашем образцовом личном деле. Отсутствие криминального прошлого. Благополучная семья. Жена и сын. Я вижу, эта тема вам неприятна. Извините меня за это замечание. Это было давно, Дайана. До того, как изобрели машину вроде тебя. Майор, посмотрите-ка. Как думаешь, что это? Какая это головоломка? Дайана. Это ловушка. Дайана, Винсент умер. И туда, куда он пошел, он нес с собой цивилизацию. Есть человек, который хочет ему наследовать. Если ты вправду ценишь человеческую жизнь, ты нам поможешь. Простите, майор Град. Боюсь, у меня просто не было такого приказа. Как мне надоел ее голос. Согласен. Это не должно быть слишком трудно. Обычно такие головоломки легко отгадываются, как загадки. Эта головоломка, как утоная тайна и внутри загадки, заткнись, Эвершоу. Вопрос в том, с чего начать? Может быть, сначала? Осторожно. Не беспокойся. Я знаю дорогу. Ты ранен? Нет, броня меня защитила. Значит, это исключается. Нет, он прав, тут какая-то хитрость. Тот, кто здесь жил или работал, не мог запомнить все эти числа. Мы бы спросили твою знакомую, но она не говорит. А может, уже сказала. Последние слова были, что у нее просто не было такого приказа. И? Это напоминает ответ робота. Ну, Даяна не хочет, чтобы ее считали роботом. Почему она так сказала? Значит, тут есть ключ. Простые числа. Что? Числа, которые делятся только сами на себя. Простые числа. Один, два, три, пять, семь, одиннадцать, двенадцать. Нет. Тринадцать, семнадцать, девятнадцать. Давай, Хернандес, попробуй. Есть. Да. Хорошо. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, поэт, твоя очередь. Все мы знаем слова Шекспера. Мужество седлает случай. Давай, Барр, скачи сюда, давай! Лучше быть вдовой героя, чем женой труса. И барури. Что он несет? Верджил, Фортуна предпочитает смелых. Не говорите мне, что вы не любите Верджила. Эбершоу, не оборачивайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрее! Не могу прицелиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли. Я вас предупреждала. Это точно. Вы теперь хотите идти дальше? Да. Я не понимаю твоих действий, Джон Град. Они не соответствуют тем данным, которые я собрала тебе. Возможно, внешний мир изменился. Возможно, ты уже не тот человек, который заслужил столько наград. Ты разочаровываешь меня, Джон. Не тебя первую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кинг, Хернандес, осмотрите помещение. Как дела, майор? Насколько я могу судить, мы опережаем расписание. Это последняя комната перед спуском в нижние этажи. Нет, я имел в виду, как ты. Нормально. Если не считать, что потерял одного из своих солдат. Нормально. Хорошо. Мне бы не хотелось думать, что этот болтливый полироид как-то влияет на тебя. Тебе не нравится, как я веду операцию? Скажем так, я беспокоен. Да? Ты всегда был хорошим солдатом. Слишком одиноким волком, на мой вкус, но всегда справлялся с заданием. Не понимаю, как разговоры с этой криптой могут чем-то нам... То есть, Дайаной. С Дайаной. Могут чем-то нам помочь. Я думаю, она играет на твоей совести. А если так? Тогда нам надо пересмотреть порядок командования. Дай тебе что-то скажу. Я взялся командовать этой миссией, и я ее проведу. Вопросы совести и морали значат очень мало по сравнению с лагерем, полным голодных людей. Моих людей. Так что не волнуйся насчет моих действий, капитан. В комнате ничего нет, майор. Дверь на лестницу заперта. Чтобы ее открыть, потребуется не меньше часа. Фернандес, сможешь организовать перекусить? Вы просите меня, потому что я женщина? Я прошу тебя, потому что боюсь, что Кинг начнет готовить. Поищу чего-нибудь. Дайана? Да, Джон. Теперь уже Джон. Что было в этой комнате? Это была греческая галерея. Произведение искусства ранне классического периода. С 480 года до эпохи ленизма, 323 года до нашей эры. Мой любимый зал. Почему? Потому что основными объектами греческой скульптуры были боги. Мифические герои и девы должны были являть собой идеал красоты. Ты была романтиком? Как это не смешно? Мое любимое произведение находилось там, где ты стоишь. Что это было? Старинная вещь. Искусно выполненный терракотовый кентавр. Примерно 900 года до нашей эры, из Левканди на острове Ревбея. Мистер Винсент купил его в Лувре, до второго пожара Парижа. Почему ты его любила? Это была простая вещь. Но сколько бы я на нее не смотрела, я всегда находила что-то новое. Красота в глазах смотрящего. Будь Эбершоу жив, он бы сообщил нам, кто сказал это. Маргарет Вульф Хандерфорд. Романтик и поэт. Нет. Как ты отметил, просто машина. Хотел бы я на него посмотреть. Хотела бы я, чтобы ты повернул назад. Но поскольку ты этого не сделаешь, ты должен вздремнуть. Ты вымотался. Эта галерея называется греческой комнатой, поскольку все выставленные здесь экспонаты относятся к классическому периоду. Кто знает, что такое классический? Да. Классический означает дохристианский, то есть до возникновения христианства. Посмотрите на эту статую Агамемнона, чья свояченница Елена была похищена Парисом, сыном Приама, царя Трои, с чего и началась Троянская война. Все готово, майор. Батареи заряжены? Да. Тогда начнем. Ты можешь рассказать нам о системе охраны лестницы? Нет. Это значит, что ее нет? Это значит, что я не могу раскрывать вам средства, установленные для предотвращения вашей незаконной деятельности. Это противоречило бы моей миссии. Ее миссия позаботиться, чтобы нас всех убили. Это не так с Алио Хернандес. Я не хочу, чтобы кто-то из вас погиб. Кто-то из нас или только Джон? Кто-либо из вас. Я ценю человеческую жизнь. А твой босс Винсент тоже ценил человеческую жизнь, когда установил все эти орудия убийства для защиты своих ценных безделушек? Мы не думали, что он не понадобится. Вы не думали, что кто-то будет убит? Конечно, нет. Значит, тут есть какая-то хитрость. Ты возглавляла Винсентову службу охраны, так? Да. Смешно. Не похож ты на начальника охраны. Тебе не кажется, что поздновато спорить о моей квалификации? Вы с Винсентом были друзьями? На что ты намекаешь? Он намекает на то, что ты красивая женщина. Мы это давно заметили. Ты была любовницей Винсента, и он наградил тебя. Надеюсь, ваша смерть будет быстрой и безболезненной. Я ожидал другого напутствия. Что это, газ? Фар. Значит, рядом бойлер. Или реактор. Intel говорит, что реактор и его управление этажом ниже. Да, на этом этаже что? Что за чёрт? Занять оборонительную позицию. Кто-то что-то видит? Нет. Нет. Хернандес, прибор ночного видения. Ничего, сэр. Там ничего нет. Впереди! Прекратить огонь! Что вы обстреливаете? Мне показалось, я что-то увидел. Дайана, ты здесь. Дайана, ты здесь? Сэр? Все это видят? Кто-нибудь знает, что это такое? Призраки. Пуля. Пуля прошивает их насквозь. Пуля прошивает их насквозь. Как мы их убьём? Пинтел что-то говорит об этом. Нет, майор. Не стрелять. Не стрелять. В чём дело? Я хочу попробовать кое-что. Поняли. Да, как я и думал. Это голограммы, как и наша приятельница. Только бесформенная, как и призраки. Голограмма? Как Дайана. Откуда их проектируют? Оно попало в майора. Майор во целы? Как он? Живой. Наручный датчик показывает 43. Впереди! Не стреляйте, не тратьте патроны. Проекторы на полу. Дождитесь жужжа, не стреляйте в землю под ними. Хороший выстрел. Вправо. Они повсюду. Это не помогает. Двигайтесь, не давайте им себя поймать. Вот, получайте. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Град сзади! Тепло! Они реагируют на тепло! Используйте сигнальные шашки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросай! Огонь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все? Мы их все уничтожили? Да, все. Быстро соображаешь, майор. Молодец. Ты тоже. Смотри, Кинг. Мой папа говорил, что удача важнее умения. Черт, а разве не лучше, когда есть и то, и другое? Видишь, как я продвигаюсь? Нет, нет! Это последний, сволочь. Как вы его пропустили? Как ты, детка? Все в порядке, Кинг. Все хорошо. Дайте мне минутку, майор. Перезарядить батарею. Нет. Ты просто отдыхай. Ты молодчина. Отдохни. Не оставляйте меня. Не оставим. Без меня... Кто будет вам готовить? Хорошо. Отдохни. Субтитры сделал DimaTorzok Где Хернандес? Не прошла. Мне очень жаль. Я думала, дым отключит устройство, как он отключает моё оборудование, но, видимо, я ошиблась. Да, ты ошиблась. И Хернандес погибла. Ты добилась чего хотела. Я не хотела ничьей смерти. Я с самого начала вам говорила, вам не победить систему охраны. Она непреодолима. Система охраны это ты? Нет. Я начальник системы охраны, но не сама система. Ты душа этой машины. Поверни ему назад. Ты бы очистила нам дорогу. Конечно, но... Так очисти дорогу вперёд. Отступи от правил охраны. Я так не работаю. Защитное оборудование соединено с моей автономной нервной системой. Я не могу остановить машины так же, как не могу перестать дышать. Ты не дышишь. Разве ты этого не понимаешь? Ты машина. Только время теряем. Я не верю, что вы пришли спасать искусство. Мои датчики не показывают ни любви, ни ненависти к нему. Когда вы были этажом выше, ты говорил капитану Лапьеру, что твоим людям нечего есть. Шпионка чёртова, прогони её. Мир и вправду пал так низко, что и да, основная человеческая потребность стоит таких усилий. Мир действительно догатился до этого. Да. И твой наниматель договорился с тобой о еде для людей, о которых ты заботишься? Она играет с тобой. Заткнись. Да. О еде и лекарствах. Я снабжу тебя ими. Я укажу тебе, где есть еда. Тонны еды. Запасы на случай землетрясения. Вафли, пироги, вода, кофе. И лекарства? Да. Она врёт. Джон. Если я укажу тебе, где всё это, ты откажешься от своих поисков? Откажешься? Нет, не могу. Почему? Потому что я обещал. Ты всегда держишь свои обещания? При каких условиях ты мог бы нарушить этот контракт? Только если вторая сторона нарушит его первой. Это ставит меня в невыгодное положение. Я хотела бы помочь тебе. Я хотела бы, чтобы ты выжил. Но по твоему собственному признанию, ты хочешь уничтожить меня. Может, я и машина. Но когда-то я была человеком. А теперь от меня остался лишь тот образ, что ты видишь. Это иллюзия. Разве вся жизнь не иллюзия? Винсент Интерпрайзис нашла способ переместить моё сознание из моего тела в этот компьютер, потому что моё тело было больно. Я умирала. Она играет на твоём сочувствии. За проблемой морали и программой лежит простое желание жить. Поэтому я знаю, что осталось с человеком. Потому что даже будучи заключена в эту форму, я могу дышать. Ты хочешь отнять у меня это? Скажи нам только, где коридор управления? Коридор управления? Я думала, вы хотите отключить энергию. Да. Так и есть. Разве это не на пульте управления реактором? Нет, капитан. Это в зале энергетического контроля. Ваш Интел должен был обнаружить это. Если бы наш Интел угадывал всё, мы не дали бы тебе убить Хернандес и Эбершоу. Вы идёте в жилое помещение, Джон. Оттуда обратной дороги уже не будет. В этом коридоре есть спасательное устройство, которое я могу включить, и которое катапультирует вас на задний двор. Если вы воспользуетесь этим устройством, я скажу тебе, где найти запасы на случай землетрясения. Совсем не стыдно принять это. Так ты лучше всего позаботишься о своих людях. Пожалуйста, не ходи туда. Я не хочу, чтобы ты погиб. Джон? Это квартира Винсента? Да. Он был скромным человеком. Он был чокнутым. Номера в мотеле и то лучше. Когда такой человек, как мистер Винсент, посвящает себя созданию музея величайших произведений искусства, у него нет времени на комфорт. Он проводил здесь менее четырёх часов в день, только когда спал. И всё. Похоже, он был не только собирателем, а ещё и меценатом. Красивая вещь. Я не стыжусь этого. Надо найти лестницу на второй подземный этаж. Кей. Я заканчивала Калифорнийский университет. Мистер Винсент... Можешь уже отбросить, мистер. Я буду называть его так, как хочу. Уговаривал меня позировать ему. В конце концов, я согласилась. Он был так хорош, или ты была так хороша? Интерес мистера Винсента ко мне выходил за рамки профессионализма. Он был влюблён в меня. Я не отвечала ему взаимностью. Ты лжёшь. Что? Он купил тебе работу, и он купил тебя портретом. Ты хочешь, чтобы я поверил, что он не купил тебя всю? Сукин сын. Винсент был не из тех, кто не получает того, что хочет. Если только... Если только что? Когда тебя признали безнадёжной, ты советовался ещё с кем-нибудь? Конечно, советовалась. Не из врачей Винсента? Нет. На что ты намекаешь? Он ведь хотел тебя, правда? Хотел оставить тебя молодой и красивой. Таким единственным в своём роде суперкомпьютером. Не стареющим, не умирающим, бессмертным. И своим. Мы всегда. Гард. Майор. Посмотри. Скажи ему то, что сказал мне. Это титановый сплав. Десятимиллиметровой толщины. Если использовать обычный режущий лазер, понадобится неделя, чтобы пройти. Можно её взорвать так быстро к реактору, нет, у него другая идея. Я видел много таких за эти годы. Офисы в фирмах, убежище в домах установлены, чтобы выдержать всё. Но у них есть дефект. Шарнирные крепления плавятся при высокой температуре. Для создания температуры я использую плазменный резак. Тогда я смогу это разрезать. Время? Несколько часов. Давай. Это работа для двоих, а тебе нужно отдохнуть. Возвращайся в жилые помещения, мы придём за тобой, когда закончим. Пока что ты молодец. Продолжение следует... Этим надо будет заняться. Ненавижу, когда ты так делаешь. Хочешь, чтобы я ушла? Как хочешь. Я знаю, почему ты здесь. Неужели? Из-за Эйлэйн и Кристофера. Откуда ты знаешь их имена? Твоих жены и сына? Я видела их. В записи. Компьютер системы национальной безопасности ещё включён. У мистера Винсента есть ключ. Спутниковая система связи ещё работает. Покажи. Во время очередной проверки был снят фильм о твоей семье. Видишь, я понимаю, почему ты делаешь это. Их нет. Их больше нет. Что случилось? В момент катастрофы мы были у матери Элэйн. Мой отец живёт в Эстсайде. Я пошёл за ним. В городе были беспорядки, он горел. Люди убивали друг друга. Я вернулся через несколько дней. К этому времени их уже не было. И ты так и не узнал? Я солдат. Приходится признать правду. Я знаю, что они умерли. Но в глубине души... Ты хочешь знать наверняка. Там, на столе, виртуальные очки. Надень их. Ради меня. Я знаю, что ты меня видишь, Джон. Они идут сюда, и мы не можем больше оставаться. Я отдала последние мамины драгоценности за место на корабле. Мы плывём на север. Это лучшее, что я могу сделать. Я знаю, ты последуешь за нами. Ты найдёшь нас. Мы выжившие, Джон. Так же, как и ты. Не теряй надежды найти нас. Стало совсем плохо. Шторм начался позавчера и не утихает. Корабль дал течь, и мы не можем добраться до берега. Мне страшно, Джон. Мне так страшно. Но если ты выживешь, значит и мы будем жить. Ты ведь понимаешь это. Может, мне пришёл конец. Но не нам. Держись, любовь моя. Знай, что мы любим тебя. И пока ты жив с памятью о нас, пока она горит в тебе, мы всегда будем вместе. Элэйн, не уходи. Спасибо тебе за это. Спасибо, Джон. Спасибо тебе за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я знаю, зачем ты охотишься. Не обращай на неё внимания. Ты этого не получишь. Ты прямо как треснутая пластинка. Если вы пойдёте вниз, я не смогу защитить вас. Защитить? Ты же не думаешь, что вы победили все системы охраны своими силами? Что если бы я послала их все одновременно? Послушай, капитан, внизу всё совсем иначе. Внизу компьютерный зал с оружейными отсеками. Там автономная система, полностью автоматическая. Ужасная машина убийства. Работай. Она называется Ладья. Она создана, чтобы заменить солдат на поле боя. Она пока что бездействует. Но как только датчики почувствуют ваше тепло, Ладья включится и убьёт вас. Заткнись. Я прошу тебя... Я сказал, заткнись. Мне осочертела твоя ложь. Если ты будешь так себя вести, мне придётся сказать майору Грату, зачем ты пришёл на самом деле. О чём это она? Я рассказал, делай своё дело. Пожалуйста, отступи. Лапьер ушёл. Я не смогла остановить его. Кинг! Да. Лапьер ушёл. Майор, ты должен знать. Капитан пришёл не за произведениями мистера Винсента. Да, зачем? Перед смертью мистер Винсент создал микроорганизм, переносящийся спорами. Рассеянный по ветру он может вернуть озоновый слой в течение десятилетия. Глобальное потепление замедлится, и со временем земля возродится. Почему же он его не выпустил? Потому что систему повредили. Пока её починили, Винсент умер, а я сама не могу запустить её. Кто повредил её? Доверенные сотрудники, работавшие на того, кто создал органический заменитель еды. Энтон Райк. Активация Ладин. Активирован. Крипто, это Дайяна 1716, этот это 6. Прекратить запуск ладьи, немедленно. Ты не имеешь права. Аварийное отключение, немедленно прекратить запуск. Ты не имеешь права. Как это можно остановить? Никак. Ладья полностью автономная боевая система. Её броня в пять раз эффективнее, чем та устаревшая, что на тебе. Эта модель запрограммирована уничтожать здесь всё живое. У всего есть слабое место. У ладьи нет. Где Лапьер? В коридоре управления. Говорит с мистером Райком по радио. Они пытаются поднять распыляющий механизм, чтобы вывести его со двора неповреждённым. Сукин сын не отдаст свою добычу за дарм. Мы должны запустить эту технологию, в противном случае иди. Я справлюсь с ладьёй. Не сможешь это ладья, а я король. Я поставлю им ад. Иди, спасай мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он отключил дистанционный взрыватель. Контейнеры со спорами стоят заряженные во дворе. Субтитры создавал DimaTorzok Майор. Очень больно, правда? Капитан, тебе не победить ладью. Всегда терпеть не мог эту нудную бабу. Говорит о Винсенте, будь то он величайший гуманист. А он такой же, как все эти богатые подонки, охотящиеся за наследство мученика. Почему? Ты меня спрашиваешь, почему? Потому что человечество уменьшилось с 10 миллиардов до миллионов. Что осталось, кроме бесплодной надежды недвижимости? Скоро будут со временем выпущены. Но сначала Райк создаст свою империю органических продуктов, и я генерал, который будет ею управлять. Тряхнулся. Райк сожжет тебя. Я ему нужен, и он это знает. Он проведется, а я исполнитель. А когда его не станет? Беждолёт 4, это я 10 на юг Лапьер, приём. Слушаю. Можешь подтвердить дезактивацию? Подтверждаю, ракеты Земля-воздух обезвреженны. Повторяю, можете садиться. Понял, конец связи. Я не позволю тебе это сделать. Ты не можешь. Как ты меня остановишь? У меня твоё импульсное ружьё. Дайана где-то дремлет, тебе конец. Почему ты думаешь, что можешь остановить меня? Потому что я знаю то, чего не знаешь ты. Да? И что же это? Ты не справишься с ладьёй в одиночку. Ладья – это ещё одна выдумка твоей подружки. Да? Так скажи об этом Кингу, потому что скоро ты с ним встретишься. Это правда. Да, это правда. Он рассердился. А у тебя лишь один шанс. Чтобы мы бились вместе. Не выйдет. Если я отдам тебе ружьё, ты убьёшь меня. Какое совпадение. Я не справлюсь с этой штукой один. А я должен вернуться к своему старику. Что скажешь, капитан? Что скажешь? Боже. О, нет. Я не справлюсь с этими следами. Я не справлюсь с этими людьми. Угде. А ты не справлюсь с этими людьми. Лавьер, твоя броня. Надень её на него. Я расстреляю батарею. Давай. Давай. Стреляй. Отлично, майор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он хотел соединиться со мной в бессмертии, но совершил непоправимую ошибку. Какую? Недоценил меня. Он думал, что его файлы зашифрованы, и я никогда не узнаю правду. Правду, которую ты так точно разгадал. Я не умирала. Это была всего лишь уловка. Уловка, чтобы завладеть мной, чтобы поработить меня. В конце концов, его любовь к технике подвела его. Простая камера в простой комнате во время простого разговора. Это оправдывает тебя? Да. 20 лет я жила в тюрьме. Одна. Убила я его или спасла от ужасной участи, подобной моей? Не очень большой выбор. Не очень. Нет. Я бы жил с тобой здесь в тысячу раз дольше. Но ты не умер, Джон Гад. Тебе не надо делать выбор. У тебя еще осталась работа. Капитан Лапьер почти добрался до двора, где стоят пушки, заряженные спорами. Я покажу тебе другой путь. Поторопись. Куда это ты? А ты не отступаешь. Хуа. Вега был такой же. Когда он узнал, что мы хотим сделать, он попытался уйти. Совесть заела. Пришлось пристрелить его, как собаку. Сделать то же самое с тобой? Собаку. Если только хочешь отправиться вместе со мной в ад. Что тебе надо, Град? Я понимаю, что ты не выпустишь нас отсюда с этим. Хочешь это? Иди возьми. Я на меньшее и не рассчитывал. Град? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь ты знаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это тебе за вегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, майор Град, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лапьер говорил, что вы хороши, но я не знал, что настолько. Очень жаль, я мог бы воспользоваться вашим опытом, но... Ладно, всегда есть выжившие, желающие заработать. Я собираюсь сделать именно это. Человечество получит свое, но сначала я сделаю свой бизнес. Я не допущу этого. Вы истекаете кровью, майор. Вы не можете двинуться. Как вы можете меня остановить? Нажатием кнопки. Ты весь изранен. Я умираю. Нет еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то у ворот. Что это, генерал? Спасение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Что ты видишь? Новый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok